Привет друзья! Согласитесь, котлета звучит как-то обыденно. А если у вас в доме праздник, если вы ждете гостей, что тогда можно приготовить из фарша? А можно приготовить гнезда. Смотрите, вот это красивое, сочное, сытное, праздничное и вкусное блюдо вы можете приготовить без труда у себя на кухне. Но если же по каким-то обстоятельствам вы не кушаете мясо или у вас просто нету денежек, чтобы его купить, что в наше время не редкость, предлагаю вам приготовить гнезда из картофеля с грибами. Для приготовления этой прелести нам потребуется фарш, в данном случае свиной фарш из ошейка. Я люблю, чтобы было посочнее. Здесь его 700 грамм. Грибы. Здесь у меня лесные грибы. Ассорти из белых грибов, подосиновиков, маслят. И вот, если видно, фиолетовые это маховички. Для тех, кто не ест мясо, мы возьмем картофель. Две луковицы, одну морковь, пучок зелени, одно яйцо, батон, молоко, черный перец, будет молотый, соль и чесночок. И кусочек сыра. Первым делом мы порежем грибов, меленько. Порезанную луковицу мы всыпем в фарш. Белый батон мы размочим в молоке. Можно взять белый хлебушек. Хлебушка мы берем примерно 25-30% от веса фарша. На 800 грамм фарша я взял примерно 200-250 грамм хлеба. Добавляем молоко. У меня ушло где-то 150 грамм молока. Эта смесь должна постоять, раскиснуть, вся напитаться. В фарш мы добавляем яйцо. Кстати говоря, друзья мои, в комментариях к прошлому моему видео некоторые из вас не стеснялись делать мне замечания в том, что я яйца куриные называю яички. Объясняю это тем, что яички это мужские половые органы, а яйца, куриные яйца, это просто яйца. Несмотря на то, насколько сильно вы их любите. Но потом решил все-таки проверить вики-словарь. Итак, мы нашли слово яичко. Смотрим. Это вики-словарь. Так, существительное произношение, значение. Первое значение. Уменьшительно-ласкательное к яйцу. Маленькое яйцо. Вот литературное применение. И есть второе значение, анатомическое. То, о чем мы говорили ранее. Ну, теперь ничто меня не остановит. Говорить с ними ласково. Выдавим сюда чесночка. Я выдавливаю 4 зубчика. Чесночок я обожаю. Добавляем нашу смесь из хлеба и молока. Вот она уже размякла, так, раскисла. И перемешиваем. Не стесняемся перемешивать руками. Руки мы хорошо перед этим вымыли. Получается достаточно такая пластичная густая масса. Теперь добавим сюда молотого перца, черного. Ну, прям уже душистый такой. Посолим. Опять это все перемешаем. Этот готовый фарш мы пока оставим в холодильнике. Пришло время заняться нашими грибочками, нашей начинкой для гнездышек. Я напоминаю, грибы нужно как можно мельче порезать. Заранее отваренные грибы мы сначала начинаем жарить на сухой сковороде без добавления масла. Ну, а для тех, друзья, кто не ест мясо, сразу же варим картошечку. Вот сейчас уже можно добавить растительного масла. Пока грибочки жарятся, мы быстренько нарежем лучок. И потрем морковочку на мелкой терке. Итак, грибочки у нас жарятся уже минут 30, наверное. Явно они уже поджарились. Такие красивые, ароматные. Теперь мы добавим лучок к ним. Сейчас поджарится лучок. И мы добавим сюда еще морковочку. Вот так слегка поджарился лучочек. Давайте добавим морковочки. Вообще, начинка в каждом блюде это самое вкусное. Во многих блюдах начинкой служит мясо. А у нас в мясе грибы. То есть, самое вкусное плюс самое вкусное. Две традиционных начинки в одном блюде. Обязательно душистого перца сюда немножко. Так, выключаем. Картошечка наша сварилась. Сейчас мы ее растолчим. Добавим сюда оставшееся молочко. Наша задача сделать пюре. Добавляем еще один ингредиент. Это желток одного яичка. Застелим противень пергаментом. Достаем наш фарш. И делаем из него шарики. Ну, я так рассчитываю где-то на 10 шариков. Наверное, объемом как снежок. И выкладываем сразу на противень. Ну, вот мы сформировали такие вот шарики. Для того, чтобы сделать гнездышки, мы берем обычный граненый стакан. И продавливаем аккуратненько серединку. Теперь аккуратненько ложечкой берем нашу начинку из грибочков. И укладываем в гнездо. Посмотрите, какая красота получается. Теперь делаем то же самое, только уже из картофеля. На картофельные комочки, почему-то мне так кажется, нужно капнуть немножко масла растительного. И начинки сюда. Справа блюдо для вегетарианцев. И слева блюдо для мясоедов. Таким образом, я думаю, вас помирить. Теперь мы выставим духовку на 180 градусов. И после того, как оно нагреется, поместим туда наше блюдо. Естественно, время приготовления этих двух блюд будет разным. Так как блюдо из картофеля, оно уже, можно сказать, готово. Поэтому мы будем его запекать где-то 10-15 минут. Блюдо же из мясного фарша мы будем запекать около 25-30 минут. За 10 минут до готовности каждого блюда нужно будет его достать и посыпать натертым сыром. Эти блюда с лесными грибами станут не только праздничным украшением вашего стола, но и очень вкусным угощением. Минусом этого блюда, как и всех остальных блюд, является лишь одно. Гора немытой посуды.